У нас сейчас следующая сессия очень интересная. Мы поговорим о ремиссии с точки зрения взгляда врача и как на ремиссию смотрят пациенты. Поэтому это на самом деле очень интересно. И сегодня многие из вас получили уже в раздаточных материалах вот такую вот брошюрку. Здесь как раз даны наши результаты опроса по ремиссии. И мы совместно писали. Татьяна Васильевна нам любезно помогала редактировать и рецензировать данное издание. Поэтому, Татьяна Васильевна, у вас взгляд врача на ремиссию. Вам слово. Собственно говоря, мне сейчас будет немножечко полегче, потому что вы уже ориентируетесь на те методы, которые мы используем для оценки активности заболевания. Я недаром сделала вот такой начальный слайд. Уже заранее обозначив, что путь к ремиссии как у пациента, так и у врача, он достаточно тернист. И, конечно, цель благородная. Цель, наверное, ну не наверное, она достижима. Мы в это верим. Но не всегда вот этот путь, да, он достаточно прямой. Профессиональное сообщество сегодня, оно нацелено на то, чтобы ремиссия заболевания или как альтернативная цель достижения низкой активности заболевания были целями терапии. И вот видите эту схему, она о чем говорит? Она говорит о том, что постоянный мониторинг на активности заболеваний с использованием тех опросников, о котором я вам говорила, они позволяют врачу своевременно изменять тактику лечения. И делать это надо, конечно, своевременно. Вы не должны пропадать из поля зрения врача. К сожалению, очень многие из вас, показавшись врачу, получив рекомендации, уходят, занимаются самолечением. Это не всегда правильный, ну не всегда, с моей точки зрения, это всегда неправильный путь, потому что нет ничего хуже, как самолечение, да, потому что это всегда приводит к каким-то негативным последствиям, ошибкам и так далее. Поэтому опять повторю ту фразу, которую, наверное, буду и мои коллеги дальше будут неоднократно говорить, что мы должны с вами идти рука об руку. Мы как профессиональное сообщество можем вам только помочь в определенных моментах с помощью своих знаний, умений, да, достигать тех целей терапии, которые мы перед собой ставим. Желательно, чтобы эти цели терапии обсуждались между врачом и пациентом, принимались одинаковые совместные решения. Если это невозможно, ну, по крайней мере, если вам что-то непонятно, задайте вопросу врачу для того, чтобы избежать каких-то, да, недопониманий, потому что если вы не понимаете, для чего врач вам назначает тот или иной вид обследования, если вы не понимаете, для чего врач вам назначает то или иное терапию, то, естественно, вы будете отменять эту терапию, да, когда вам будет хорошо, да, это не всегда правильный путь к достижению ремиссии, потому что любая отмена терапии может привести к последующему обострению заболевания. Понятие ремиссии в различных энциклопедиях, оно достаточно большое количество, я привела лишь небольшое количество из них, но суть их одна, что под ремиссией понимается такое состояние, да, промежуток между благополучием и неблагополучием, и вот этот промежуток благополучия, да, он может быть абсолютно разный по времени и длительности. Наша профессиональная цель сделать так, чтобы ваше заболевание вышло на определенную плату, мы его называем ремиссией заболевания, и чтобы вот эта плата, она длилась как можно дольше, желательно на всем протяжении вашего заболевания, чтобы вы никогда не испытывали обострение и увеличение активности его. Сегодня, если мы говорим о понятиях ремиссии, при аксиальном спондилартрите, что это такое, да, то, как вы видите, это есть понятие клиническая ремиссия, что это такое, это когда отсутствуют все клинические проявления заболевания, нет боли в спине, нет ночных болей, нет утренней скованности, нет периферических артритов, нет интезитов, нет увеитов, поражения кожи, кишечника и так далее, то есть все симптомы, которые характеризуют заболевание, болезнь Бехтерева, они все отсутствуют. Дальше мы говорим о клинической и лабораторной ремиссии, это когда к отсутствию клинических проявлений заболевания еще нет лабораторной активности заболевания, и я объяснила, почему для нас это важно, для нас это важно, потому что если есть лабораторная активность заболевания, значит это фактор того, что заболевание будет прогрессировать, ну а дальше уже все зависит от того, какие уровни активности лабораторной, да, оно будет прогрессировать более быстро, более медленно. Это уже нюансы профессионального сообщества. В идеале мы считаем, чтобы помимо клинической, лабораторной, была еще и магнитно-резонансная ремиссия, то есть не было очагов активного воспаления по данному методу инструментальной диагностики. Почему? Потому что сегодня научное сообщество знает о том, что если очаги этого активного воспаления сохраняются в позвоночнике, то со временем они переходят в хронизируются, то есть становятся хроническими, и в этом месте начинают расти синдосмофиты. Поэтому для нас надо очень вовремя подавлять активность заболевания. Есть, безусловно, проблема между тем, как воспринимает ремиссию врач, и тем, как ремиссию воспринимает пациент. Если вы посмотрите все опросы, и Наталья Викторовна об этом позже тоже говорит, я не забегаю вперед, просто скажу, что у вас понятие ремиссия, оно, наверное, может быть, не совсем корректно так говорит, оно более примитивно по отношению к восприятию ремиссии врачом. Почему? Потому что для вас важно, чтобы не болело, чтобы вы могли активно трудиться, выполнять свои повседневные виды деятельности, ухаживать за собой, одеваться, растить детей, работать и так далее. Для врача понятие ремиссия – это более интегральный такой комплекс, потому что те знания профессиональные, которые мы имеем, мы понимаем, что наличие определенных факторов – это путь к, скажем, худшему прогнозу течения заболеваний, и поэтому для нас ремиссия – такое комплексное понятие, которое я вам уже приводила, – это отсутствие клинических проявлений, сдерживание, прогрессирование заболеваний, отсутствие лабораторной активности, еще очень-очень много факторов, о которых я сегодня говорить не буду, но, скажем так, у нас более детальная подходка, и мы считаем, что для того, чтобы говорить о ремиссии, надо контролировать все параметры, которые характеризуют ваше заболевание. Но вот это исследование, которое я вам провожу, оно показало, что те параметры, которые характеризуют ремиссию, с помощью опросников, врач и пациент готов их завысить на более высокий уровень, поднять, и это будет приемлемым состоянием для пациента. Помните, я вам говорю, что индекс СДАС меньше 1,3 – это понятие неактивного заболевания, то есть условно приближенное к состоянию ремиссии. Так вот, это исследование показало, что для пациентов приемлемым будет индекс 1,6, а для врача 1,8. А вот это следующая, последняя колонка, которая говорит о том, что если врач задаст пациенту, а согласны ли вы следующие 6 месяцев прожить в том состоянии, в котором вы сейчас находитесь, если пациент говорит, да, меня все устраивает, это значит, говорит о том, что и врач, и врач тоже будет считать, что пациент с его точки зрения может жить в том состоянии, в котором он сейчас находится, значит, это не повод для смены терапии. Если кто-то из них, отвечая на этот вопрос, скажет нет, то это повод для смены терапии. Обратите внимание, что по индексу ПАС это состояние тоже, оно более высокое, чем те понятия, которые мы сегодня имеем. Таким образом, мы говорим о том, что те индексы, которые мы сегодня используем, да, они в целом нам позволяют охарактеризовать в общем группу пациентов, да, понять какие-то тенденции, которые в первую очередь направлены на правильную организацию медицинской помощи, да, потому что без этих знаний мы не сможем выработать стратегии лечения и понять, что хорошо, а что плохо. А если мы говорим о персонифицированном подходе к лечению каждого конкретного пациента, вот все, кто вы сидите в зале, те, которые смотрят нас онлайн, вот если мы будем с каждым из вас разговаривать, для каждого это будет свои приемлемые цели терапии, да, которые пациент говорит, вот доктор, я хочу достичь вот этого, вот этого, и мы будем с вами к этому стремиться, помогите мне сделать, чтобы у меня вот именно по этим параметрам было все хорошо. Ну и говоря о тех неудовлетворенности, которые на сегодня существуют, ну понятно, это поздняя диагностика заболевания, то, что нам мешает, к сожалению, должна сказать, что эта тенденция характерна не только для отечественного здравоохранения, но и в принципе это для всего мира, и в 2021 году было международное заседание общества пациентов, страдающих болезнью Бехтерева, и там было покажено, что в целом в мире диагностика этого заболевания запаздывает практически на 9 лет, это в среднем на 9 лет, понятно, что есть крайние точки, у меня были пациенты, которым через 26 лет от начала появления первых симптомов я ставила диагноз анкилозирующего спондилета, но в любом случае 9 лет это достаточно длительный путь, который пациент проходит, и, конечно, уже через 9 лет мы можем получить пациентов, как врачи, которые уже будут иметь определенные структурные изменения или какие-то осложнения заболеваний, с которыми нам приходится бороться, а мы хотим сделать так, чтобы мы рано диагностировали заболевание, вовремя начинали терапию, и чтобы заболевание максимально было в неактивном состоянии, и пациенты, ну скажем, чувствовали себя условно здоровыми людьми. Следующее – это недостаточное взаимодействие врачей и различных специальностей. У нас, к сожалению, не всегда создается междисциплинарный консенсус между врачами-ревматологами и врачами других специальностей. Вы хорошо знаете, что пациенты с анкилозирующим спондилетом в лечении их участвуют и окулисты, и гастроэнтерологи, и дерматовенерологи. Все это зависит от того, какие клинические проявления имеются у пациентов. Нам нужны акушеры-гинекологи, потому что болезнью Бехтери страдают не только мужчины. Это миф. Женщины страдают практически так же часто, как и мужчины. И понятно, что планирование беременности – это совместное решение не только ревматолога и пациентки, страдающей анкилозирующей спондилеты, но и врача-аккушеры-гинеколога. А акушеры-гинекологи не совсем понимают тактику нашего лечения, начинают отменять пациентки, обостряются, но все, вот такой круг замыкается. Нам нужен междисциплинарный подход к лечению вашего заболевания. Ну и, конечно, то, о чем мы мечтаем, это об активном участии пациентов в принятии решения. Это диалог, о котором я вам говорила, врач-пациент. И, безусловно, если мы с вами этого достигнем, то у нас, я думаю, не будет пациентов, которые будут находиться в высокой активности заболевания, и будет меньше пациентов с поздними стадиями анкилозирующего спондилета. Говоря о ранней диагностике, вот при другом ревматическом заболевании, при ревматоидном артите, который поражает мелкие суставы, кисти и стопные, такой системный характер носит, там уже профессиональное сообщество подходит к понятию преклинической стадии, то есть выявление тех пациентов, у которых еще нет клинических проявлений и заболеваний, но врачебное сообщество уже пытается их выявить, своевременно назначить какое-то лечение для того, чтобы, собственно говоря, полностью, ну, скажем, создать условия для того, чтобы это заболевание не развивалось. При анкилозирующем спондилете пока такой ситуации нет, мы только подходим к некоторым пониманиям этого понятия, но что мы хорошо знаем, вот этот термин нерентгенологический аксиальный спондилартрит, его можно смело заменить понятием ранее, ранее аксиальный спондилартрит или ранее анкилозирующий спондилет. Мы четко понимаем, кто эти пациенты, какие у них проявления заболеваний, какие изменения мы с вами можем увидеть по данным магнитно-резонансной томографии, если мы с вами будем, то есть врачи будут рано диагностировать это заболевание, а врачи смогут рано диагностировать это заболевание, когда наши коллеги, которые работают в поликлинике, врачи общей практики, будут своевременно выявлять таких пациентов, своевременно их передавать ревматологам, и ревматологи уже тогда будут быстро принимать усилия по назначению правильной терапии и по подтверждению диагноза. Вот если мы это будем делать на этой стадии, то вот до этих стадий, которые вы все боитесь, когда приходите к врачу и обсуждаете какие-то последствия заболевания, конечно, мы максимально должны сделать все возможное, чтобы мы больше таких картинок ни в интернете, ни где-либо, ни в жизни в первую очередь не встречали. И понятно, что на достижение ремиссии оказывает достаточно большое влияние ваше психологическое состояние. К сожалению, мы должны подтвердить тот факт, что пациенты, страдающие хроническим, любым хроническим заболеванием, вот эта боль, она вызывает депрессию. Она может быть скрытой, вы можете даже не знать о ней, но она есть, потому что вот так устроен организм, да. И восприятие боли пациентам без депрессии и пациента, который находится в состоянии депрессии, она абсолютно разная. То есть если пациента без депрессии воспринимает боль адекватно, то пациент с депрессией укус комара может воспринимать, как укус крокодила. Это не из-за того, что он такой, да, а то, то есть заболевание привело к тем последствиям, которые вынуждены пациенту так воспринимать уровень боли. И как вы видите, да, что уровень депрессии у пациентов, в том числе санкилозирующей, спондилита, он достаточно высок. Ну и то, о чем я говорила, что действительно есть некоторая дискоммуникация между тем, как мы общаемся с вами. Очень часто врачи действительно используют медицинскую терминологию, которая вам не совсем понятна. Естественно, мы должны максимально делать это все, как мы можем это достичь, только путем диалога. Вы нам будете говорить, что вам непонятно, мы будем делать соответствующие выводы, да, и использовать ту терминологию, которая будет вам понятна. Потому что если мы не будем знать, что вам понятно, что вам непонятно, то, естественно, мы никогда не придем к общему правильному знаменателю. И, безусловно, достижение ремиссии, опять же повторю, это диалог между врачом и пациентом, и в этом уверенно профессиональные сообщества должны принимать активное участие в совлечении своего заболевания. Если вы этого делать не будете, мы навряд ли будем достигать тех высоких целей, которые мы перед собой ставим. И сегодня в Институте ревматологии инициирована достаточно большая программа, которая позволит, ну, мы надеемся, что нам позволит не только понять, что такое ремиссия при многих ревматических заболеваниях, потому что в этот регистр будут включаться пациенты, которые страдают не только анкилозирующим спондилитом, но и двумя другими ревматическими заболеваниями. Это ревматоидный артрит, псориатический артрит. И вот эта платформа, да, цель ее улучшить подходы к оказанию медицинской помощи пациентам, страдающим ревматическими заболеваниями, понять, какие проблемы существуют на пути к ремиссии, ну и оптимально решить все проблемы, которые стоят на пути к достижению данной цели. У врача и пациента будут свои личные кабинеты. Пациенты могут сами в личном кабинете заполнять опросники и приходить уже с заполненными опросниками. Ну, врач будет видеть эти опросники у себя в личном кабинете, да, и это будет врачу, в том числе с помощью графического изображения, отслеживать активность заболевания. Знаете, очень часто, когда я работаю в научно-исследовательском институте ревматологии, как вы понимаете, ключевое слово «научный», да, значит, мы изучаем какие-то определенные, ставим перед собой определенные научные цели, да, для того, чтобы понять не только развитие заболевания, да, но и подойти к тем решениям тех организационных вопросов, которые позволяют нам более правильно в целом лечить пациентов с ревматическими заболеваниями. Мы предлагаем вам участвовать в научных исследованиях, но, к сожалению, не всегда находим отклик от вас, да, потому что, ну, такие объяснения, как некогда, а вот я не хочу, чтобы это был надо мной эксперимент. Я вас уверяю, что ни один врач, работающий в Российской Федерации, никогда не будет ставить никаких экспериментов над пациентом без вашего собственного желания, без подписания информированного согласия на участие в научном исследовании. В большинстве случаев все исследования, которые мы проводим, они касаются только заполнения опросников. Но без вот таких моментов мы с вами никогда не решим, в общем, тех проблем, которые перед нами стоят. Поэтому призываю вас, ну, максимально не отказываться от участия в таких мероприятиях, ну, и вот анонсируя наш проект, да, надеюсь, что очень многие из вас станут активными участниками данного проекта, что позволит нам, собственно говоря, подойти к понятию ремиссии при анкилозирующем спондилете. У вас будет, как я уже сказала, личный кабинет, который будет позволять отслеживать активность заболевания, ставить определенные цели и обсуждать эти цели с лечащим врачом. Ну, и заключая свой доклад, действительно, я считаю, что ремиссия при аксиальном спондилоартрите, она достижима, она достижима при условии ранней диагностики заболевания, при правильном выборе терапии с учетом всех клинических проявлений у каждого конкретного пациента, постоянного мониторинга эффективности лечения, активности заболевания и совместного принятия решений врачом и пациентом. Я благодарю вас за внимание.